Вы смотрите де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В рейтинге контрабандных перевозок с территории Гомельской области в Российскую Федерацию одно из первых мест занимает вывоз черного металла. Предприимчивые жители приграничных регионов с выгодой используют ценовую политику обоих государств. Случаи задержания незаконного груза регистрируются еженедельно. Вот только накануне житель Солигорска пытался вывезти в Россию 13 тонн лома черного металла. Машину остановили оперативники ОБЭП Новобелецкого РОВД Гомеля. В закрытом брезентом кузове они обнаружили груз весом 13 тонн. Сопроводительных документов на него не оказалось. Со слов перевозчика, он самостоятельно собирал металл и планировал сдать его в одном из приемных пунктов заготовки вторсырья в России. Ранее мужчина в поле зрения милиции по фактам незаконной перевозки тяжелого груза не попадал. На груз, а также автомобиль стоимостью 9 тысяч рублей наложен арест. В отношении нарушителя начат административный процесс по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Сотрудники милиции совместно с иными правоохранительными ведомствами на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия на территории Гомельской области по фактам выявлении незаконной перевозки металла. На сегодняшний день зарегистрировано 92 факта. Из незаконного оборота изъято 450 тонн тяжелого груза на общую сумму 120 тысяч рублей. Наибольший интерес для незаконных перевозчиков, конечно же, представляют районы, наиболее приближенные к границе с Российской Федерацией, потому что металл туда пытаются перевезти и там уже продать на пунктах заготовления сырья. Сотрудники таможни тем временем задержали контрабанду цветного металла. Во время осмотра легкового автомобиля при въезде из Украины в Республику Беларусь был обнаружен пакет с монетами. Незаконно ввозимый груз нашли в нише под водительским сидением. 38-летний водитель объяснил, что это подарок от друга из Одессы и каким-либо образом декларировать его он не собирался. Монеты изъяли и отправили на экспертизу. Вне зависимости от ценности груза нарушителя ждет административное наказание. Необычное обращение о помощи поступило накануне в Гомельское городское подразделение МЧС. По адресу Кожера-1 спасателей ждал мужчина в инвалидной коляске. У него было пробито и спущено колесо. С надеждой на спасение он позвонил в МЧС. Мужчина-инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату 1963 года рождения. Спасатели оперативно отремонтировали колесо. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4.